Огород кончился, надо заниматься. Как оказать помощь, не дожидаясь приезда врача? Что должно насторожить в состоянии здоровья и какие факторы риска у инсульта? На эти вопросы здесь отвечают быстро и бесплатно. Ждать в поликлиниках приходится намного дольше. Это надо в 6 часов утра прийти, а я ходить не могу. Записаться и то ли будут, то ли нет. Акция вызвала ажиотаж у людей серебряного возраста. Многие из них стоят в очереди больше часа. Измерение веса, роста, экспресс-тест на холестерин и сахар. Тона, что так часто не хватает времени в повседневной жизни, может стать серьезным фактором риска. Только 20 пациентов из 100 возвращаются к полноценной жизни после инсульта. Диабет, малоподвижный образ жизни, курение, алкоголь – спутники этого диагноза. Мы делаем экспресс-методом, смотрим состояние сердца, то есть на аппарате кардиовизор. Здесь выявляются первые отклонения, если есть какие-то от нормы. Вот, например, у женщин, да, немножечко тут миокард как бы повышен. Те, кто получил свои диагнозы, проходят консультацию у специалистов. Все как всегда, все хорошо, мне понравилось. Очень плохо. Сказали, чтобы все записывал, контроль ввел по давлению, по еде, по сахару и прочее. И идти к терапевту, идти к хирургу, проверять все показания. Повышенное артериальное давление, головокружение, двоение в глазах, паралич мышц – все это предвестники инсульта. Важно оказать специализированную медицинскую помощь больному. Ведь от каждой минуты зависит жизнь человека. Жизнь человеку спасти необходимо в первые три часа. То есть его необходимо доставить в то отделение, где ему будет оказана специализированная помощь. В городе Барнауле это нейрососудистый центр краевой клинической больницы, нейрососудистое отделение городской больницы номер 11 и номер 5. Чтобы такая беда, как инсульт, не коснулась вас и ваших близких, врачи советуют каждые три года проходить диспансеризацию и наблюдаться в поликлинике по месту жительства. Ирина Корчагина, Николай Шелко, информационный канал «Город».